Дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу немного отступить от нашей темы, которую мы ввели до сегодняшнего дня. Это как мы разбирали хадив пророка «Семь губительных грехах». Но сегодня я хочу поговорить немного о том, что происходит сегодня в нашей стране и в мире. Это вирус, который распространился по всему миру уже. И мы уже не раз говорили, что ислам – это полноценная религия, которая предусматривает все стороны жизни человека, в том числе и такие ситуации, которые сегодня происходят. Аллах Субханаху в Коране говорит, «Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей, плодов, обрадующих терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят, воистину мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернемся. Они удоставиваются благословению своего Господа и милости, они следуют прямым путем». Первое, что должен понимать верующий человек – это, что в жизни все равно будут постигать какие-то испытания, все равно будут нас постигать. Будь это болезни, будь это страх чего-то и так далее, и так далее, потеря людей, близких, родственников и так далее. И мусульмане не должны впадать в отчаяние, паниковать и совершать какие-то необдуманные действия и так далее. Может быть, это в такой форме придет, может быть, это придет в другой какой-то форме. И каждый верующий человек, в первую очередь, должен уповать на Аллаха, и во второе, он должен принимать какие-то действия, которые помогут ему как-то огородить себя, принимать, совершать, делать причины, которые помогут ему избежать. Конечно же, если ему предопределено Аллахом, что он заболеет, он заболеет. Если предопределено человеку умереть от этой болезни или от какой-то другой болезни, или от чего-то другого, то это случится, иншаллах. Но посредством каких-то причин Аллах избавляет людей от многих испытаний. И если уж Всевышний говорит, что мы непременно вас испытаем, это не значит, что мусульманин должен сидеть и ждать, когда с ним что-то случится, и не делать причины, не лечиться или не оберегать себя. Конечно же, это не так. И ислам предусматривает в таких случаях некоторые действия, которые обязан совершать верующий человек. В первую очередь, чтобы не заразить ни себя, ни других. И, кстати, это очень важно. Пророк, саллиллаху алисаламу, сказал, вы не уверуете до тех пор, пока не полюбите для других то, что любите для себя. И как бы вы хотели, чтобы относились к вам, так же вы должны относиться к другим. И вы должны стараться в таких ситуациях не заразиться сами, и чтобы не заразили остальных. Пророк, саллиллаху алисаламу, велел лечиться и избегать возможности заразиться. И ислам определил для нас, как вести себя при случаях, при таких эпидемиях и так далее. И первое, самое главное, конечно же, это обращаться к Аллаху за помощью, чтобы Аллах, саллиллаху алисаламу, оберег нас от всего этого. Мольба, чтобы Аллах, саллиллаху алисаламу, оберег нас от эпидемии. Если же это случилось, мольба об излечении. И на все это Пророк, саллиллаху алисаламу, указал, как все это правильно делать. И приводится, что Пророк, саллиллаху алисаламу, обращался к Аллаху с такой мольбой. «О Аллах, я прибегаю к Твоей защите от проказы, от безумия, от лепры и от остальных тяжких болезней». Старайтесь часто говорить это дуа, произносить это дуа, тем более в таких ситуациях, когда наступает какая-то эпидемия или другая какая-то болезнь. И, иншаллах, первое для верующих этого мольба – это обращение к Аллаху с мольбой. И, кроме того, что человек обратился к Аллаху с мольбой, он обязан предпринимать какие-то действия, обязан для причины, чтобы не забелеть. И Ислам подробно разъясняет, как это все делать. Пророк, саллиллаху алисаламу, сказал, «Если вы услышите, что в какой-либо местности разразилась эпидемия, чума, то не идите в эту местность, а если она разразилась в том месте, где вы находитесь, то не покидайте эту местность». Это разъяснение карантина того, что сегодня нам говорят, к чему мы должны сегодня придерживаться, чтобы эта болезнь не распространялась. Это и есть карантин. Приводится, что во время одного из правителей, одного из халифов, который правил в Шаме, это сегодняшняя Сирия и какая-то часть других государств, там разразилась чума. И погибли многие из подвижников. И тогда новый правитель, которого назначили, он сказал, «Поистине чума подобна огню, которая пожирает дрова. И огонь, который не находит дров, он пожирает сам себя. И вы подобны этому. Если чума не найдет вас, всех вместе, чтобы гореть как огонь, тогда он будет пожирать себя». И после этого люди разошлись и уединились, то есть разошлись по домам и перестали посещать друг друга. И после этого чума утихла и исчезла. То есть, ислам в первую очередь предусматривает карантин. Конечно же, когда люди должны придерживаться каких-то норм и стараться не заразиться сами, чтобы не заразить других. Кроме того, ислам предусматривает не контактировать с больными. Передается, что однажды к пророку, саляму, прибыла делегация из племени Са'киф для того, чтобы принять ислам и принести присягу к пророку, саляму. И тогда это делалось так. Мужчины подходили, брали за руку пророка, саляму, и говорили о своем принятии ислама и о своей присяге. И среди них был человек, который болел проказой. И пророк, саляму, сказал, пусть возвращается, мы приняли его присягу. То есть, не нужно контактировать с больным человеком. Это тоже одно из причин, посредством которого, может быть, человек не заболеет и не заразит остальных. Также пророк, саляму, сказал, пусть тот, у кого больные верблюда, не смешивает их с здоровыми. То есть, передача болезни, она актуальна, она реальна, она может передаваться. Поэтому надо стараться, иншаллах, избегать таких встреч, контактов. Если же вы приняли все меры, постарались оберечь себя максимально, но по воле Всевышнего Аллаха вас постигла болезнь, то нужно лечиться. В этом случае надо постараться использовать все средства, которые известны для излечения. Пророк, саляму, сказал, лечитесь, о рабе Аллаха. Аллах мне не спасал болезнь, кроме как с излечением, кроме смерти и старости. То есть, с каждой болезнью Всевышний не спасал излечение. И если мы находим это излечение, это лекарство, то мы лечимся, альхамду лиллях. Если мы не находим, то по воле Аллаха просто мы не нашли это лекарство, хотя оно на самом деле существует. И верующий человек должен уповать на Всевышнего Аллаха, делать причины, стараться не заболеть. Если постигла, то обязан лечиться, иншаллах. И тот, кто упывает на Всевышнего Аллаха, тот в любом случае выигрывает. Тот в любом случае выиграл. И третье, о чем я хотел бы сказать. Всевышний говорит в Коране. Спрашивайте у обладающего знания, если вы не знаете. То есть, в любом деле, в любом деле, который мы совершаем, мы обращаемся к тому, кто более сведущ в этом вопросе. Если мы столкнулись с какой-то болезнью, то, конечно же, мы обращаемся к знающим врачам, которые именно сведущи именно в этом вопросе. В нашем случае это врачи-эпидемиологи. И мы должны придерживаться того, что советуют они. Мы должны спрашивать у них, потому что именно они сведущи в этом вопросе. Если это вопросы религии, то мы спрашиваем у имамов, у знающих людей, которые учились специально для этого. Поэтому, если в нашу местность пришла эта эпидемия, то мы должны придерживаться тех правил, которые от нас требуют именно врачи, которые они установили, с которыми они обращаются к нам. И стараться, иншаллах, придержаться максимально. Тогда, может, мы и сами не заболеем, и, может быть, по воле Аллаха не заразим других людей, что очень важно. И не должно быть попустительства или беспечности в таких вопросах, братья и сестры. Это же вопрос касается не только меня лично. Это коснется не только меня. Это коснется, в первую очередь, моей семьи, моих близких, которых я подвергаю опасности заразиться этой болезнью. И нет такого, что если Аллах определил, то в любом случае это случится. Да, действительно, если Всевышний предопределил, в любом случае это случится. Но это не значит, что человек не должен брать причины. Ведь Пророк, саллиллаху алейсаламу, когда выходил в поход, он не говорил, «Аллах даст мне пропитание». Он брал себе пропитание на неделю, на месяц, на два месяца. То есть, снаряжался, в поход брал с собой еду. Или же в битве при уху, где Пророк, саллиллаху алейсаламу, надел две кольчуги. Он не сказал, что я уповаю на Аллаха. И так далее. То есть, надо брать причины. Как сказано, привязывайте верблюда и после этого уповайте на Аллаха. И нет такого, чтобы это будет глупо, когда человек не предпринимает ничего и говорит, я уповаю на Аллаха. И потом он сетует на то, что вот с ним это случилось. Причину надо брать. Об этом сказано. И может быть, посредством каких-то причин Аллаху алейсаламу избавит тебя от каких-то бед. Хотя, в любом случае, какие-то испытания к тебе так или иначе придут, как об этом сказал Всевышний Аллаху алейсаламу алейсаламу. Но посредством этих причин, посредством твоего дуа, мальбы, обращения к Аллаху, может быть, Аллах избавит тебя от многого, от многого, что тебя постигло бы. Ну и третье, о чем я хотел бы сказать. Если нам суждено и предписано Аллахом Субхану алейсаламу умереть от какой-то болезни, то никто ничего не сможет нам в этом помочь, чтобы этого не случилось. Если Аллах предписал, то это будет или болезнь, или ничем человек болеть не будет, будет лежать дома, и он умрет. Или же будет идти и умрет, как мы все это видим. Или же Аллах предписал смерть через какие-то другие причины. Человек попал в аварию, человек попал в какую-то катастрофу и так далее, и так далее. Мы прибегаем к Аллаху от плохого исхода, когда человек умирает в наихудшем положении, когда умирает, совершая какие-то грехи, когда умирает в неверии, и так далее, и так далее. Это убережет нас всех Аллах. Однако Аллах каждому предписал смерть, и Всевышний говорит, «Колю нафсинза икатуль маут» – «Каждая душа вкусит смерть». Все умрут, всех постигнут. Однако до этого человек должен пытаться прожить свою жизнь качественно, полноценно поклоняясь Аллаху, и принимать меры, и брать причины, чтобы его жизнь была полноценной, хорошей, красивой, и чтобы он совершал и мирское, и зарабатывал для своего ахирата, и чтобы у него было здоровье, и возможности, и зарабатывать, и поклоняться, и так далее, и так далее. И если постигает какая-то болезнь, то, конечно же, человек должен принимать меры и лечиться. Если уже суждено, то ничто нас от смерти не убережет. Вот, конечно, Всевышний Аллах в Куране говорит, смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в возведенных башнях, в высоких башнях. Если их постигает добро, они говорят, это от Аллаха. Если же постигает зло, они говорят, это от тебя. Скажи, это от Аллаха. Что же произошло с этими людьми, что они едва понимают то, что им говорят. Нет. Человек верующий, у него не должно быть паники, у него не должно быть отчаяния, у него не должно быть надежда. И доверие к Аллаху, Субханаху Аталя, братья мои и сестры. У нас нет мало доверия к Аллаху. У нас есть доверие ко всему остальному, ко всему, все, что может человек придумать себе. Но почему-то меньше всего мы доверяем Всевышнему. Хотя на самом деле случится только то, что определил Аллах, Субханаху Аталя. Мы видим, как два человека болеют одной и той же болезнью. Одному лекарство помогает, другому не помогает. Один излечивается, другой не излечивается. Поэтому и лекарства, и все остальное, все, что мы делаем, и карантин, это все причины, которые мы обязаны совершать, соблюдать, исполнять. Но в конечном итоге, конечно же, итог за Аллахом. То, что Аллах определил, это и будет. И доверяйте Аллаху. Если вы человек, который молится Всевышнему, который избегает запретного, который старается не совершать больших грехов, который старается совершать поклонение Всевышнему Аллаху, то доверься Аллаху, Субханаху Аталя, который любит тебя, который возвышает тебя, который оберегает тебя. И если тебе не суждено умереть от этой болезни, то ты излечишься, иншаллах. И посредством этой болезни ты получишь полное прощение, иншаллах. Потому что, Проксалам, как я в этом сказал, не уколит верующего даже колючка, прежде чем ему не будет прощен какой-то из грехов. Если же ты совершаешь большие грехи, не молишься Аллаху, Субханаху Аталя, не признаешь своего Господа, то для тебя тоже шанс покаяться и вернуться к Аллаху, Субханаху Аталя, ведь поистине Аллах прощающий, милосердный. Дорогие братья и сестры, мы, иншаллах, продолжим эту тему в следующий раз, чтобы поможет нам всем Аллах быть наистине. Ассаламу алейкум, рахматуллахи, блякату. Продолжение следует...